Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает вопадом. И сегодня речь о замечательной книге в познавательном жанре, в таком научно-популярном. Вот только возраст читателей этой книги от 3 до 5 примерно. Как это так? Как можно рассказывать о гравитации маленьким детям? А как им вообще можно рассказывать об окружающем мире? Вы не задумываетесь, уважаемые взрослые? Ведь с точки зрения педагогики, так называемая познавательная деятельность, она к обучению не сводится. Это и игровая деятельность, это и общение, сам процесс общения, который тоже приносит знания об окружающем мире. Это, вообще говоря, процесс, ключевое слово, длительное усвоение концепций, последовательное. Концепции, допустим, того, что такое холодно и горячо, что такое агрегатное состояние вещества. Вода замерзла, вода испарилась, говоря о законном физике. И мы с вами многие вещи считаем сами собой разумеющиеся, особенно в современном мире, наполненном технологиями. Нам кажется, что просто, да, а что тут объяснять-то, что такое электричество? Да, дорогие друзья мои, ученые сами до сих пор не до конца понимают, что такое электричество. Тут есть что объяснять, уж тем более маленьким детям. И начинать это надо довольно рано. Важно получать правильный отклик, потому что я своими глазами видел молодого папашу, такого же, как и я, имеющего техническое образование, который ребенку в 6 лет начинал объяснять, что такое гравитация и всемирное тяготение, рисуя формулы. Ну, то есть он не может без этого обойтись. Он взрослый, он так, его разум так устроен. Разумеется, он получал достойный отклик на свои усилия, скажем так, вот. Он, то есть был большой молодец, но, увы, это не привело ни к чему хорошему. Ребенок радовался, говорил, ух ты, да. Но ребенок так будет делать в любом случае, чтобы не сделали папа или мама, да, старшие. Потому что они для него такие вот стихийные божественные существа, да, они творят чудеса. Из ничего получается пицца, вот, допустим. Итак, ой, гравитация, рассказы о гравитации. Почему ой? Ну, потому что надо же как-то описать то, что происходит с предметами, когда они падают. Это самое подходящее слово. Тем более, когда Кейт Симпсон, автор книжки и художник Энди Хардмен, так это здорово придумали и так это здорово нарисовали. У нас есть маленькая героиня, которая на первом же развороте у нас встречает кого? Ну, естественно, Ньютона. И он сидит под яблоком. И дальше, я, кстати, по поводу рассказов буду упоминать много всяких книг и фильмов, но это просто развлечение для взрослых зрителей и читателей, которое помогает работать с книжкой, ну, и облегчает, как бы, усвоение материала, что называется. Книжки, конечно, этого нет. Ну, вы правильно догадались. Рассказ Рэя Брэдбери, значит, про бабочку, да, тот самый эффект бабочки. Вот наша прекрасная девчушка скидывает с яблони, нагло у нее тен яблоко. Вот, если бы она этого не сделала, неизвестно, где был бы мир, потому что, значит, не одно столетие весь мир пользовался теми принципами, которые открыл Ньютон. А люди-то, на самом деле, задолго до Ньютона, написанного в книжке, знали о гравитации. Вот, пожалуйста, птеродактель скидывает древней первобытной девочке на голову яйцо, почему-то крапчатое, как мухомор. Вот римлянин с таким красным-красным носом, значит, уворачивается от падающей капители с колонны, да. Вот, значит, у нас тут ковбой сбрасывает лошадь, а камень из катапульты прижал рыцарей. И все они произносят громко «Ой», потому что это, видимо, первое слово, которое произнес человек, еще до того, как научился говорить, столкнувшись с гравитацией, да. Значит, вот мы тоже с вами сталкиваемся с гравитацией. Написано на этой страничке, правда, банка с печеньем стремительно летит вниз, доказывая силу закона всемирного притяжения, но при этом, к сожалению, наступают последствия. А вот в этой картинке уважаемое старшее поколение без труда узнает мультфильм нашего детства, да, цветик-семицветик, потому что посмотрите на это происходящее на картинке, да. Вы помните, да, как за героиней неслась все эти скопище, сонмище, адище вот это вот игрушек всевозможных. Там зайцы барабаны барабанят, там велосипеды едут, куклы ходят, вот эти вот ляльки, значит, за ней. И вся гигантская толпа, значит, за ней игрушек. На самом деле апокалиптическое зрелище, оно мне еще в детстве запомнилось. Вот примерно это же происходило бы, если бы сила гравитации отсутствовала, или работала бы как-нибудь, ну, не так регулярно и не так хорошо, как работает этот закон природы, да. То есть здесь у нас показано, да, давайте просто скажем, написано в книжке, что это не привело бы ни к чему хорошему, действительно, не привело бы. Но есть случаи, да, есть места, где гравитация действительно работает иначе. А вообще, как она работает? Большие объекты притягиваются друг к другу. Вот такие большие, как свод нарисован, он здесь почему-то немножко высеет, простите, уважаемый свод, ну, или просто, как бы, это такой потомок мамонтов, значит, или египетские пирамиды. Нет, не такие большие, написано в книжке, а большие-пребольшие. И, конечно, на следующей картинке мы, наконец-то, видим нашу с вами колыбель человечества, да. Голубую планету. Вот Земля, да, она действительно притягивается. Простыми словами, на трёх страничках, да, объясняется, что планеты притягиваются с Солнцем, и именно поэтому наша Солнечная система устроена так, как она устроена. Если бы этого не было, Солнце не удерживало бы Землю, Земля не вращалась бы вокруг него и улетела далеко-далеко, и нам всем было бы очень холодно и очень темно. Это очень правильные слова. Они абсолютно понятны малому малышу, да. Здесь не надо ничего дополнять. То есть, важность силы гравитации. А есть ли места, где её нет, у этой силы гравитации? Ну, если говорить точно, да, как бы с физической точностью, то таких мест нет, она везде действует. Просто сила её действия может быть настолько слаба, что она не будет нами восприниматься. Это называется состояние невесомости. И вот, смотрите, в состоянии невесомости, например, на борту МКС, у нас живут, значит, космонавты, да. И это довольно забавно, отсутствие силы тяжести. Вот. И посмотрите, здесь у нас нарисовано несколько эпизодов, которые тот же, опять же, подобраны, чтобы быть понятными малышу. Значит, не получилось бы в невесомости что? Прыгать на кровати. Как же, ну как же, так это ужасно, да. Не получилось бы лежать в ванной. Как же без моих резиновых уточек? Вы чего? А знаменитое этот самый, последнее плавание Титаника по ванне, это же что же? Это же все удовольствия жизненные просто пропадают. Вот здесь нарисовано, как вместе с водой, значит, ребёнок вылетает из этой ванны, всё удовольствие испорчено. Ну и, наконец, уж точно никаких кухрусных хлопьев на завтрак. Ну, в общем, невесомости, да, действительно, развести их молоки невозможно. Вот. То есть, это было бы забавно, но неудобно. Ужасно неудобно. Потом ребёнок, читая различные книги, разумеется, узнает о том, какими ухищрениями приходится озабачиваться человечеству, чтобы существовать на орбите, допустим, на борту МКС, да, в состоянии невесомости. Ну, а человек на протяжении сотен лет, люди пытались преодолеть силу тяжести. Вот, значит, все эти попытки здесь у нас. И мне очень понравился вывод, следующий за этим разворотом. И нам действительно есть чем гордиться, да. Вот это вот очень правильная мысль, закладываемая в маленькую головушку читателя. Значит, когда сталкиваешься с такой силой, всегда есть риск немного, хо-хо-хо-хо, немного, да, значит, немного промахнуться, да, 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 попасть в просаку. Вот, смотрите, да. Значит, та сила, гравитация, та сила, которая породила звёзды ни много ни мало, это космическая сила огромного масштаба. Мы по сравнению с ней, с одной стороны, пылинки, но мы научились её использовать в свою пользу. Вот, нам есть чем гордиться. Ну, и конец истории с Ньютоном, которую вы, конечно же, все так же ждали, да. Вот, месть Ньютона, ой, говорит девочка, получая яблоком по макушке. А вот у Ньютона существенно перебинтована голова. Что это? Сотрясение или гениальность? Мне так нравятся все теории, которые объясняют различные открытия и достижения сильным ударом по голове. Моцарта там уронили с лестницы, говорят, в молодости, да. То есть, ну, про каждого из великих, наверное, ходит такая легенда. Дорогие, значит, травматологи. Ваш выход, что называется. Нет, ну, это, конечно, шуточный рисунок. И даже Моцарт здесь держит игрушечного мишку за лапку. А вот теперь те самые факты о силе тяжести, которые предназначены уже скорее для взрослого читателя. Освежите в голове концепцию. Посмотрите, как просто и ясно написан этот текст. Что можно дополнить, значит, чем можно дополнить картинки. И рассказ, ещё раз говорю, предназначенный для совсем маленьких в основном тексте книги, да. Здесь и про Сера, Исаака, Ньютона. Здесь и Эйнштейн упоминается, конечно же, да. А самое главное, в конце есть ещё раздел «Эксперименты с силой тяжести». Вы можете провести другие эксперименты, подобные этим. Здесь даже есть упоминание того, что можно в Ютубе найти знаменитый эксперимент с пёрочком, да, и молотком, который скидывает у нас космонавт, стоя на поверхности Луны. Вот, и они падают, приуняются, точнее. Одновременно нет сопротивления воздуха. И, значит, фактически повторяю знаменитые эксперименты и так далее. Всё, я согласен, всё это будет изучаться в дальнейшем на уроках физики. Но насколько легче пойдёт усвоение тех самых формул математического обеспечения всего этого, всех этих выводов, да, если в детстве будут заложены фундаментальные концепции, да, в нашем окружающем мире. Вот такой вот «Ой!» Рассказы о гравитации для самых маленьких. Интересно, да, полезно, уверен. Спасибо за внимание.